Добрый вечер! Восемь часов на часах мы подводим информационные итоги сегодняшнего дня. Главное к этому часу глазами наших корреспондентов. Коротко в нашем анонсе. Укрферия поставила под угрозу реализацию государственного проекта «Новый шелковый путь». Мы захлебнемся, у нас вообще по тех паспорту склад помещает 40 теров, а их уже вон сколько. Три недели без несущей стены. Жители дома Назаславского пришли сегодня в мэрию. Крик души нас заставил сюда прийти, потому что с 4 октября никакие действия по дому. И 14 тысяч километров на велосипеде. Одесский путешественник Руслан Верин отправляется в Сингапур. Сейчас я придумал ему новый настрой, чтобы он с каждой стороны тоже собрал по монетке. А теперь об этих и других событиях подробно и по порядку. Скандал международного уровня. Компания Укрферия поставила под угрозу реализацию госпроекта «Новый шелковый путь». Скопление грузовиков и железнодорожных вагонов к порту Черноморска – это следствие резкой смены планов Укрферии, которое решило, что можно проигнорировать достигнутые ранее договоренности. Паромы этой судоходной компании без предупреждения поменяли порт погрузки. За развитием ситуации следили наши корреспонденты. Паромный комплекс морского торгового порта Черноморск переполнен грузовым транспортом. На станции скопились ЖД-вагоны, на площадках пятого терминала большегрузные автомобили ТИР. Их не забрал паром Каунас Сивэй, с которого они ожидали в зоне таможенного контроля у причалов порта. Компания Укрферии вдруг решила направить паром в другой порт, несмотря на партнерские договоренности с государственной стивидорной компанией. «Мы захлебнемся, у нас вообще по техпаспорту склад помещает 40 ТИРов, а их уже вон сколько». ТИРов скопилось уже больше сотни. В это время работа государственного проекта «Новый шелковый путь» дестабилизирована. Это наносит урон имиджу Украины. Кроме того, страдают простые люди – водители ТИРов. Они вынуждены простаивать и терпеть убытки из-за приходи руководства частной компании Укрферии. «Сроки поставки уже давно сорвались, потому что уже звонят, где груз, а мы еще отсюда не можем уехать». Многие простаивающие здесь автомобили имеют рефрижераторы, а топливо, чтобы их поддерживать на исходе. «Если ВСР-ки не будет, значит, скажем так, грубо сдохнет этот реф, холодильник, он заглохнет, испортится этот товар, и вся ответственность ляжет на водителя и на фирму-перевозчика. Это бешеные деньги, это очень большие деньги. Скажем так, у меня больше миллиона стоимость этого товара». Миллионные убытки, испорченные нервы и подрыв экономики страны. А ведь новый шелковый путь, открытый в морском торговом порту Черноморск в декабре прошлого года, имеет стратегическое значение как для Одесской области, так и для Украины. Анна Грынев, Наталья Смирнова, Виктор Фоменко, Седьмой канал. На Лиздорской дороге Део Лана столкнулся с трамваем. От удара в вагон легковой автомобиль опрокинуло на бок. Водитель Лана заполучил ушибы и ссадины, а вот в трамвае, к счастью, никто не пострадал. Больше всего досталось автомобилю, который протянуло несколько метров вдоль путей. У вагона же незначительные повреждения. Ни у кого из участников данного ДТП алкоголя в крови не обнаружено. На Бочарово из окна восьмого этажа выпала пожилая женщина. Сообщение об инциденте поступило в полицию около часа дня. Сведения об этом внесли в единый реестр досудебных расследований. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, которая и обнаружила труп 89-летней женщины, которая выпала из окна восьмого этажа квартиры. На данный момент проводятся мероприятия по установлению всех причин данного происшествия. Известно следствию также то, что квартира была заперта изнутри. Также в полиции сообщили о том, что в ночь субботы на воскресенье в одном из развлекательных заведений в Аркадии нашли тело 36-летнего мужчины со следами насильственной смерти. В совершении преступления подозреваются сотрудники данного комплекса. 33-летний сын сожительницы потерпевшего и 23-летний его коллега. Злоумышленники задержаны и доставлены в Шевченковское отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 121, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее за собой смерть. Обещанное тепло в квартирах, которые так ждали 17 октября, появится не раньше конца текущей недели. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства. Пока же без отопления остаются порядка 2000 домов. А все потому, что 6 котельных не получают газ. Для того, чтобы центр города получил тепловую энергию до последнего абонента, понадобится, ну, по подсчетам, где-то около 4-7 дней. Средняя температура жилого помещения должна составлять 18 градусов. Если в ваших квартирах холоднее этой нормы, можно написать заявление и провести перерасчет. Но, кроме того, Сергей Агутса заявил, что через пару дней завершаются ремонтные работы на улице Сигецкой. В четверг мэрия даже запланировала торжественное перерезание ленточки там. Исполнительная служба арестовала более 10 автомобилей и около сотни единиц бытовой техники. Имущество описывали у должников за воду. Полицейские даже не выпускали автомобилей неплательщиков во время выезда их за границу. Почти половина одесситов не оплатила счета за воду в этом сентябре. В Инфокс водоканале предупреждает, что из-за долгов возможны перебои в водоснабжении. Как оказалось, самые недисциплинированные потребители услуг – жители Малиновского и Суворовского районов. На сегодняшний день на рассмотрении в судах находится более 3000 дел. Сотрудники Инфокса вместе с государственными исполнителями проводят совместные рейды по взысканию задолженностей. Если же абонент не выполняет решение суда, то исполнительная служба описывает имущество и накладывает на него арест. А вот для того, чтобы вернуть это имущество, понадобится пройти не только процедуру погашения долгов, но и заплатить судебные издержки. Начинают продолжать. В департаменте транспорта отчитались. С 1 ноября продолжают реализацию проекта «Север-Юг». Строители уже разобрали дорожное полотно на улице Преображенской на участке от Бунина до Жуковского. Теперь будут менять контактные сети трамвая, подземные коммуникации и канализацию. Напомню, что новый трамвайный маршрут позволит доехать из одного конца города в другой всего лишь за 2 часа. 1 ноября начнется продолжение реализации проекта «Север-Юг». Для того, чтобы полностью не блокировать тот район, скажем так, сделали поэтапную часть работы, будет работать один из рядов, будет работать два или два, там, то есть полной блокировки, скажем так, этого района не будет, но частичные изменения организации гражданского движения. Ну а пока чиновники заседают, горожане жалуются. На работу добираться стали дольше и вынуждены простаивать в огромных пробках. Отмечу, что работы на этом участке обещают закончить к концу текущего года, к началу следующего. Полгода прошло после взрыва газа на улице Пасмитного. Мэрия заявила, что ремонтные работы жилого дома закончили. Только вот людям еще не скоро удастся нормально жить в своих квартирах. Многие восстанавливают свое жилье за свой собственный счет, несмотря на то, что из городского бюджета была выделена крупная сумма. Подробности об этом у Яны Нестеренко. Здесь, на Пасмитного 20, полгода назад прогремел взрыв бытового газа. Тогда погибло два человека. Пострадало семь квартир, лестничный пролет и парикмахерская на первом этаже. На прошлой неделе мэрия здесь закончила все ремонтные работы. На эти цели из городского бюджета были выделены 2,5 миллиона гривен. Мы их подкрасили? Мы их подкрасили, мы же приедали. Хозяйки нет, сейчас. У нас пустами поделали и все. И дверь с нами ставили. Шипак. Понятно. В квартиры люди начали возвращаться совсем недавно. Некоторым заменили окно, восстановили стены. Но до стяжки полов, правда, так и не дошли. Хозяйка 30-й квартиры говорит, из-за того, что затянули с ремонтом, теперь во всем доме очень сильная сырость. Бороться с ней тяжело, так как отопления еще нет, а холодно уже давно. Сырость ужасная. Когда высохнет оно с маленьким ребенком, в этом сырости просто невозможно. Затянули мне окно, поставили ужасно. Первое, если туда открыть дверцу, получается, ну, окошечко, блин, там, получается, оно должно, ну, на сантиметра два-три быть задвинуть сюда. Там прям вот голое, ну, задувать будет однозначно. Стены и потолок красили сами. Линолеум и плинтусы тоже покупали за свой счет. Двери остались старые. Позже Лада собирается переделывать и пол. Ну, вот пол, видите сами, какой уровень. Разница между коридорами и комнатой. Пришлось сделать пока так, иначе нет. Потому что сейчас залить такую стяжку, такой уровень, это просто нереально. То, что сделали, так сырость стоит. Да и сама комната теперь вся перекошенная. Рабочие сказали, остальное хозяева должны доделать сами. Комната вся идет под наклоном туда, в ту сторону. Он как шкаф. Здесь, получается, стоит на земле, а здесь пришлось подставлять. Потому что шкаф шатается. Точно так же и потолок почему-то дугой идет в эту же сторону. Как пол, так и потолок. Ну, вот красили, но все равно, видите, все из-за того, что сыро, блин, не сохнет. К слову, на время восстановительных работ временное жилье предоставили не всем, а только тем, кто имел прописку на пасмитного. Поэтому остальные снимали квартиры несколько месяцев за свой счет. Яна Нестеренко, Игорь Казанджи, Седьмой канал. В России и в Санкт-Петербурге задержали одессита Алексея Никитина. Мужчина находился в международном розыске по подозрению в убийстве трех инкассаторов в Черниговской области. Кроме того, задержали и предполагаемого сообщника Александра Маклюка. Да. Информацию подтвердил первый зам председателя правления Приватбанка Олег Гороховский на своей страничке в Фейсбук. Напомню, в прошлом году, 23 октября, на трассе Киев-Чернигов неизвестные напали на инкассаторский автомобиль. В результате погибло три человека. А вот задержанные утверждают, что преступление, совершенное в прошлом году, планировалось как инсценировка ограбления. По их словам, расстрелял инкассаторов сотрудник СБУ, возглавлявший группу злоумышленников. Его как раз и задержали в июле в Харькове. Уже завтра фонд гарантирования вкладов физических лиц проведет печальный для Одессы аукцион. С молотка пустят часть имущества, которое находится в залоге у имиксбанка, который признали банкротом в январе прошлого года. Кроме целого пакета акций Личевского завода железнобетонных конструкций и полного капитала агрофирмы «Августовка», в лот попала и учебно-тренировочная база «Черноморца» в Одессе. Отмечу, что она приютила специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва. Электронный аукцион пройдет 25 октября с 10 до 11 часов утра. Стартовая цена всех трех объектов – 51 миллион 300 тысяч гривен. В военной академии проходят Дни НАТО. После проведения аналогичного мероприятия в Житомире 10 представителей Североатлантического альянса прибыли в Одессу. Общение с курсантами носит в первую очередь информационный характер. В рамках Дня НАТО мы рассказываем курсантам различных военных учебных заведений Украины о том, что такое НАТО, какова структура этой организации, о том, чем занимается НАТО. Собственно, сейчас мои коллеги именно этим и занимаются во время встречи с курсантами этой академии. Лекцию представителей альянса посетили 120 военных из различных учебных заведений Одессы. Им рассказали о политической и военной направленности работы НАТО, а также об организации сотрудничества между странами-партнерами. У курсантов была возможность задать и свои вопросы. Некоторые ребята узнали о подробностях и были очень удивлены. Например, ответственным за военно-морские силы могут быть представители разных стран страны. Например, представитель Туречкины может ответить за военные силы разных стран, так как и Болгария, так и Туречкина, и Испания. Представитель Испании может ответить за свою сферу вплива в Балтийском море. Ну а завтра мероприятие продолжится на флагмане Гетман-Сагайдачный, а вот в среду представители НАТО проведут такое же мероприятие уже в столице, позже в Львове. Общей сложности День НАТО в Украине проводится десятый раз подряд. 14 тысяч километров на велосипеде. Одесский путешественник Руслан Верин отправляется в Сингапур. За полгода он планирует самостоятельно пересечь 14 границ и побывать в самых экзотических местах нашей планеты. На сегодняшний день он уже преодолел более 200 километров. Подробности об этом маршруте знает моя коллега Марьям Эль-Хасан Али. Знакомьтесь, это Руслан Верин, путешественник из Одессы. Он катается по миру на велосипеде. Говорит, за плечами уже две масштабные поездки. Пять лет назад он преодолел 6 тысяч километров вокруг Черного моря. А в прошлом году отправился из Одессы в Южную Африку. Руслан рассказывает, перед каждой поездкой нервничает. Это не исключение. Девять с копейками из дома выезжал, еще волновался, переживал. Там 80 раз по квартире пошел, что-то взял, что-то не взял, что упаковал. Он там еле это все затылил. Ну все, сейчас уже выйду и знаю, я уже все у меня есть, все хорошо. Ну и с вещами тоже сейчас уже в дороге разберусь, где что, как бежать будет. В этот раз Руслан Верин побьет собственный рекорд. Он едет в Сингапур. Это целых 14 тысяч километров. Путешественник планирует пересечь 14 границ. Побывать в Молдове, Индии, Пакистане, Таиланде и других странах. Руслан говорит, к большому путешествию сейчас готов и он, и его двухколесный транспорт. Ну впереди у меня, как правило, там какие-то, тут у меня летние вещи, потому что я потом, когда уже в лето заеду, летние вещи, медикаменты какие-то самые такие необходимые, веревки, что там еще, документы, вот в таком формате. Вместе с Русланом в Сингапур отправляется и этот брелок с Марио. Подарок от друга. Перед прошлой поездкой он вручил путешественнику ведро на персток. Затем попросил складывать в него по монетке с каждой стороны. Сейчас я придумал ему новый настрой, чтобы он с каждой стороны тоже собрал по монетке, ну такой диковый способ, как в игре Супер Марио. Он собирает бонусы и собирает свою копилку. Пару минут и Руслан уезжает. Вернуться собирается через полгода. Украинскому посольству в Иране и Сингапуре путешественник обещает подарить вышиванку. На память о смелых одесситах. Марья Мальхасанали, Алексей Филиппов, Седьмой канал. В Одесской области пройдут съемки нового украинского кино. Об этом сообщает интернет-издание УСИ. Речь в ленте «Черкассы» пойдет о героическом противостоянии экипажа одноименного тральщика, который отказался перейти под российский флаг во время аннексии Крыма. Режиссером новинки станет Тимур Ященко, который написал сценарий совместно с Робертом Квильманом. Напомню, командир непокорного тральщика Юрий Федош не захотел швартоваться в пользу оккупанта и вместе с экипажем почти неделю пытался прорваться из Крымского озера Донузлав. 25 марта 2014 года корабль был захвачен. Рисунок в обмен на финансовую поддержку. Более 50 художественных работ одесских сирот переезжают из музея современного искусства в социальную сеть ВКонтакте. Там на страничке благотворительного фонда «Семья плюс» пройдет аукцион. Каждый желающий сможет приобрести понравившуюся работу. Все, чтобы помочь юным художникам накопить к началу самостоятельной жизни стартовый капитал. Эта выставка организована специально для того, чтобы дети, которые нуждаются в определенной уже социальной адаптации, смогли овладеть самым важным инструментом социальной грамотности. По результатам выставки у нас будет проходить аукцион художественных работ в интернете. Эти работы будут представлены в группе ВКонтакте «Семья плюс». Все желающие могут зайти в эту группу, посмотреть, выбрать понравившиеся рисунки и купить их себе. Данные деньги будут направлены на формирование капитала в рамках опекунской программы «Опекунское страхование». А вот опекунское страхование – это личный и доступный только ребенку счет со стартовым финансовым капиталом. Им можно будет воспользоваться по достижению определенного возраста. Волонтеры благотворительного фонда «Семья плюс» по европейской программе будут обучать детей финансовой грамотности. Громадное количество детей, живущих в закрытых интернатах, когда-то выйдет свет. И надо их готовить. И готовить не только приобщая прекрасному искусству, литературе, а еще и достаточно обыденным вещам. Как жить в этом мире. И вот эти ребята, которые это сделали, вот эту выставку, это движение, я считаю, что большие молодцы. По окончанию этого марафона стартует следующий марафон, марафон по спорту. Мы будем его проводить по интернатам Одессы и Одесской области. Мы будем формировать группы, выезжать на природу, привлекать детей к спорту и к здоровому образу жизни. Ну а помогать им в этот будут тренеры спортивных школ. Стать волонтером может любой желающий. Ну вот таким увидели этот день наши корреспонденты. На этом сегодня ставим точку. Желаю всем нам теплого вечера, несмотря на холодные батареи. Увидимся с вами завтра, начиная с двух часов дня. Берегите себя и Украину. Счастливо.